Всем добрый вечер. Чуть длиннее тема называется, чем Дмитрий озвучил, она называется целиком конец эпохи информационного супермена или человек глазами современных экономистов. На самом деле той или иной степени в школе или в университете или кто-то может даже и после университета экономику изучал. И в любой книжке по экономике, как бы она ни называлась, экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, институциональная экономика, экономика общественного сектора, маркетинг и все что угодно, в ее основе всегда лежит на самом деле некое понимание человека и того, как он себя ведет. И очень часто вот сама эта модель, она ускользает от внимания разработчиков книжки, тех, кто ее написал. И кажется, что мы чего-то не понимаем, когда эту книжку читаем, но на самом деле мы как раз не понимаем того, как экономисты описывают человека. И на мой взгляд, как только мы понимаем, как же экономисты этого человека описывают, нам сразу становится чуть более понятен тот язык, на котором экономисты разговаривают. Ну и сегодня, поскольку время оно довольно сжатое, я буду называть некоторые интересные фамилии. Если то, что я буду говорить, покажется вам интересным, то по этим фамилиям вы сможете, собственно, найти дальнейшую информацию. Ну давайте приступим. Самый первый вопрос, который, с которого всегда начинается любое занятие по экономике, это вопрос о том, экономика это наука о чем? Ну, кто-то возрождает из памяти древнегреческое определение науки, экономика это наука ведения домашнего хозяйства, как ее назвал еще ксенофон давным-давно. Но современные экономисты формулируют предмет экономики несколько по-другому. Все-таки со времен ксенофон-то прошло некоторое время, и взгляды на науку, они, конечно, эволюционировали. Ну и сама экономика, как сфера жизни людей, она тоже несколько изменилась. У нас нет рабов, и, в общем, натуральное хозяйство тоже нужно поискать, чтобы найти. И вот современное определение, несмотря на то, что там 1932 год на слайде показан, но вот это определение, оно как раз показывает то, как видят экономику современные экономисты, по крайней мере, то, что называется мейнстримом в экономической теории. Если слова, которые здесь написаны, они не очень понятные, то я ключевые выделю. Первое, это, конечно, наука, изучающая человеческое поведение. То есть экономика, это не наука о домашнем хозяйстве, это не наука о обмене, распределении, производстве, потреблении. Это наука, которая изучает человеческое поведение. И, понятно, вы здесь можете мне возразить, но есть же, вообще говоря, психология, которая изучает поведение человека. Есть биология, которая на другом уровне изучает поведение человека. Экономика изучает вот в некоторых условиях, когда у нас есть цель и есть ограниченные средства для того, чтобы эту цель удовлетворить. И у этих средств есть альтернатива. Сейчас переведу на русский язык. Вот вы пришли в курилку. Сейчас мы с Дмитрием разговаривали. Я сегодня прочитал перевод статьи в New York Times, где-то вот она буквально недавно вышла. И автор статьи пишет о том, что все цифровые услуги – это услуги для бедных, она говорит. Потому что перенос услуг в онлайн позволяет экономить, и поэтому те, кто пользуются офлайн-услугами, они, в общем, получают более высокий уровень услуг. Так что вы сейчас присутствуете на лакшери-лекции. Вы можете, если вы сомневались в том, что вы обеспеченный человек, вот сейчас знайте, что раз вы дошли, сделали усилия, значит, все в порядке. Так вот, о каких альтернативных различных употреблений, о чем здесь говорится, о каких альтернативах. Вот то время, которое вы сейчас тратите на слушание лакшери-лекции, вы это же время могли бы потратить на что-то другое. Вы могли бы в это же время, например, заработать некоторую сумму денег. Вы могли бы в это время отдохнуть каким-то другим образом. Просто погулять, пообщаться с друзьями. Ну, в общем, список вы можете продолжить для себя сами. И когда мы говорим об экономике, собственно говоря, из чего возникает цена тех или иных товаров и услуг, откуда берется заработная плата человека, откуда берется стоимость ресурсов. Она всегда возникает потому, что у этих ресурсов есть другой вариант применения. Мы можем из дерева сделать бумагу, мы можем из дерева сделать мебель, мы можем дерево использовать как строительный материал. И вот эти альтернативы конкурируют между собой, и в результате возникает некоторая цена, которая определяется как раз альтернативами. Двигаемся дальше. Кто знает этого человека? Ну, кроме тех, кто преподает экономическую теорию, мы давайте их… Адам Смит. Да. Этого человека зовут Адам Смит. Жил он в 18 веке. И, собственно, именно ему приписывают появление зачатков современной модели экономического человека. Он не использовал этот термин, в его работах мы не найдем, но вот эта фраза, цитата из «Исследования о природе и причинах богатства народов», она описывает то, как человек виделся экономистами, вот Смитом, его последователями, да, и та модель, которая потом дорабатывалась. Вот она фраза «Нет благожелательности мясника, пивовара или булочника, ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов». Надо отметить, если вы будете искать в Википедии, кто такой Адам Смит, то, вообще говоря, Адам Смит – это не столько экономист, сколько философ. И у него есть работы в области моральной философии. Он довольно много писал на эту тему. И вот, когда вы читаете его работы в области моральной философии, он там пишет, что человек, он, в общем, должен заботиться о благе других людей, не исходя из интересов своих, а исходя из норм морали. Но когда мы читаем его работы в области экономики, он пишет вот так, как вы видите на слайде. То есть он как раз вводит некое понятие модели человека, которое рассматривается, собственно, в экономической теории. Но потом, после Адама Смита были разные люди, которые формулировали и уточняли понятие человека экономического. И появилась сама фраза «человек экономический». И когда другие исследователи начали критиковать этот подход, они придумали вот это словосочетание «homo economicus». Ну, как вы понимаете, попытались здесь поиграть на сходстве с «homo sapiens», что вот это есть некий вид человека, который не встречается в природе, а встречается только в трудах теоретиков-экономистов. Какими чертами он обладает? Почему то, что вы читаете в базовом учебнике экономики, оно отличается от реальности? Что не так с экономическим человеком? Ну, прежде всего, экономический человек ориентируется исключительно на собственный интерес. То есть мы вот так ограничиваем, не говорим, что он заботится о благе других, у него есть свой интерес, он на него ориентируется. Дальше он максимизирует что-то. Ну, если вы изучали математику, когда вы изучали математику, если вы ее не забыли, вы помните, что есть у нас в математике такой раздел, где мы анализируем функции. И нам там рассказывают, что если есть некая функция, ее можно максимизировать, можно искать точки максимума, минимума, где она возрастает, убывает и так далее. Когда экономисты в 19 веке прочитали работы математиков, им эти работы очень понравились. Они сразу поняли, ну вот теперь-то нас перестанут обвинять в том, что мы неточная наука, да, то, что мы там философы и так далее. Мы возьмем математику, скажем, вот индивид, у него есть функция полезности, он ее максимизирует. Вот фирма, у нее есть прибыль, она ее максимизирует. Все отлично, экономика, точная наука. Двигаемся дальше. Стабильно известные предпочтения. Ну, то есть, предполагается, что экономический человек, он стабилен в своих предпочтениях, потому что иначе вообще ничего выстроить нельзя, мы не сможем тогда сделать выбор, если наши предпочтения постоянно меняются. А наши предпочтения с вами, они на самом деле постоянно меняются. Нам может сегодня нравится одно, завтра нравится другое, послезавтра нам сказали, что то, что нам сегодня нравится, это уже не торт. И, в общем, вот это вот продолжается постоянно. И последнее, обработка и получение информации без затрат. Это, наверное, то, что в значительной степени и больше всего подвергается критике, то, что мы с вами в реальности не можем обрабатывать и получать информацию без затрат. Но представьте себе, что вы хотите купить автомобиль, и вы ничего не знаете об автомобилях. Но вы хотите купить автомобиль. И вот, чтобы было интереснее, предположим, вы хотите купить поддержанный автомобиль. То есть, это автомобиль, качество которого не определено, и определить его довольно сложно. И, соответственно, ну вот у нас тут сразу возникает разброс между тем, что есть в теории, когда пишут, что мы можем с вами вот, ну буквально щелкнув вот так пальцем, получить в голове информацию обо всех предложениях, которые нам подходят под наш бюджет и под наши требования. И вот мы сразу знаем, какой лучший. Нам останется только взять телефон, достать, набрать номер, который тоже у нас в голове появился, да, позвонить человеку и сказать, никому не продавай, я сейчас приеду, заберу. Понятно, что эти ограничения вводились, но в силу довольно разумных предпосылок. Если вспоминать школьный курс физики, мы там тоже ведь много чем пренебрегаем. Когда изучаем, например, снаряд, который вылетает из пушки, да, он летит под определенным углом с определенной скоростью, ускорением и так далее. Мы много чем пренебрегаем, чтобы просто понять, что есть некоторые силы, которые воздействуют, да и что-то происходит. Если мы в школе сразу попытаемся моделировать поведение реального снаряда, вот с температурой, направлением ветра, с тем, что его скорость как-то меняется от того, что он нагревается в процессе полета, ну в общем турбулентности и так далее, мы задачу никогда не решим. Мы вот всю жизнь в школе с первого по одиннадцатый класс будем решать задачу и так ее и не решим. Экономисты пошли на эти упрощения сознательно, но современные исследования, современные технологии, они позволяют все-таки добавить в теоретические модели более реалистичные предпосылки. Вот давайте мы о них поговорим, то есть куда двигается современная экономика, что меняется вот в этих не совсем реалистичных вещах. Ну, во-первых, ой, тут у меня товарищи слегка не поместились на слайд, там внизу еще были годы, в которые они получили Нобелевские премии по экономике, но я попытаюсь вспомнить. В общем, первое, что начало изменяться, вот мужчина, который для вас получается слева, Торстен Веблен, он, строго говоря, не совсем экономист, он больше социолог. Самая известная его работа «Теория праздного класса», довольно занятное чтение, она небольшая, ее можно найти и почитать, в том числе в интернете она есть. Вот, но то, что перекочевало в учебнике экономики из работ Веблена, это понятие демонстративного потребления, когда люди приобретают некоторые вещи не потому, что эти вещи цены для них сами по себе, а они покупают эти вещи для того, чтобы подчеркнуть свой статус в глазах других людей. Да, это к вопросу о том, что мы ориентируемся на свои интересы, да, и у нас стабильно известные предпочтения. Получается, нет. Получается, есть люди, которые при выборе, ну, допустим, сотового телефона ориентируются не на то, какие функции этого телефона им нужны, а на то, как их с этим телефоном будут воспринимать другие люди. То есть, вот я пришел в клуб, например, я достал телефон, положил его на стол. Что скажут другие люди, да, они скажут молодец, крутой парень, да, или они скажут, что это такое, убери это, пожалуйста, не позорься. Вот. Вне зависимости от того, согласны ли вы с тем, что есть подобный мотив потребления или вы считаете, что нет, это не про меня, не про людей вокруг, веблен описал подобные вещи, ну, и они, наверное, есть, да, иначе не было бы машин новых за 500 тысяч рублей, да, и за, там, 50 миллионов долларов, да, понятно же, что и та, и другая машина ездит и способна вас переместить из точки А в точку Б, вот. И, собственно, ну, какими-то характеристиками с точки зрения, ну, полезности, как говорят экономисты, да, способности удовлетворять потребности самого человека. Автомобиль за 50 миллионов долларов, он, наверное, ну, он не в такое количество раз лучше, чем он стоит. И что, какое сомнение, да, заложил веблен, о чем он сказал? Он сказал, что есть нормы и правила в обществе, которые, вообще говоря, влияют на наше восприятие целей, на наше восприятие затрат, и из этого возникло целое направление экономики, которое называется институциональная экономика. Если вы будете искать отечественных исследователей, сейчас иностранцев я вам назову, но если будете искать отечественных исследователей, то я бы вам порекомендовал обратить внимание на Аузана, декана экономического факультета МГУ, потому что он очень много выступает с научно-популярными лекциями, он очень много рассказывает про институты, про институциональную экономику, ходит на разные интервью, рассказывает, почему в России проблемы, да, в чем на самом деле загадка русской души, да, и как она, эта загадка мешает нашей экономике развиваться, вот. Но те люди, которые здесь ниже находятся, вот за исключением Веблена, у него нет Нобелевской премии по экономике, вот все остальные люди, Рональд Коус, он получил Нобелевскую премию, если я не ошибаюсь, в 93-м году, причем за работой, которую он писал в 30-х годах 20-го века. Дуглас Норт получил Нобелевскую премию в начале 2000-х, точный год вот я не вспомню, и Элена Ростром, и Оливер Уильямсон, это 2009-й год. Кстати, Элена Ростром – это первая женщина, которая получила Нобелевскую премию в области экономики, да, и это премия в области институциональной экономики именно. Идем дальше. Ну, имен на самом деле больше, просто я, конечно, не стал всех на слайд выносить. Раз мы говорим о правилах, как только мы говорим о правилах, у нас сразу в голове вылезает фраза, которую нам вбила в голову реклама, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Разумеется, как только появляется правило, возникают люди, и у людей возникают соблазны эти правила нарушить. И вот есть такой пример, который, я думаю, большинству из присутствующих в этой аудитории, он близок. В 2002 году ряд исследователей, среди которых есть наши, например, Полтерович, Саватеев, они провели опрос в университетах, школах разных стран. Они задавали один и тот же вопрос. Значит, есть три студента. Студент А, который списывает на экзамене. Студент Б, который дает ему списать. То есть не так, что А списал незаметно, а Б говорит, да, на, пожалуйста, списывай. И есть студент С, который это заметил и после окончания экзамена сходил на кафедру и сказал, а вы знаете, вот А списал, а Б дал ему списать. И, соответственно, что выясняли исследователи? Они опрашивали студентов и спрашивали, а как вы оцениваете действия каждого из участников? Да, как вы оцениваете действия А, как вы оцениваете действие B, как вы оцениваете действие C. И оценку давали по шкале от минус 2, категорически негативно, нельзя так делать, до плюс 2, красавчик, молодец. Вот что получилось, разница между странами, 4 страны, в которых проводился опрос. Давайте посмотрим на то, как отвечали наши с вами соотечественники. Вот получается, чем дальше от центра, тем более позитивная оценка. Значит, тот, кто дал списать, он в любом случае молодец. Он помог товарищу, не бросил друга в беде, потому что оценка близка к 2. Видите, к правому углу, то есть это вот, ну это не плюс 2, там больше 0,5, ближе к единице. Дальше мы чуть-чуть негативно оцениваем того, кто списывает. Не сильно негативно, ну как бы нехорошо списывать, но ничего страшного нет, в общем-то. Не заметили же, не заметили. И крайне негативно, обратите внимание, почти в центре, то есть почти минус 2 оценка того, кто заложил товарищей. Ну потому что нельзя так делать, да? Нехорошо. А давайте посмотрим, что в других странах происходит. Израиль. Израиль чем интересен, тем, что там много выходцев из бывшего Советского Союза, то есть это люди, которые недалеки от нас с вами по установкам. Здесь принципиально не меняется отношение к А и Б, чуть хуже относятся и к одному, и к другому. Но чуть больше разница с С, который рассказывает, да? Чуть лучше мы уже его оцениваем. То есть, ну все-таки больше понимание того, что процесс экзамена должен быть справедливым, чтобы мы не обесценивали оценки отличников. Давайте посмотрим на Европу, Нидерланды. Да? Вот где-то между, получается, Россией и Израилем. То есть нельзя сказать, что как-то резко отличается. Резко отличаются Соединенные Штаты Америки. Если вы посмотрите, вообще в другую сторону развернут треугольник. Негативно, заметно сильнее негативно оценивают того, кто списывает. Также негативно оценивают того, кто дает списать. Но обратите внимание, насколько высока оценка того, кто рассказывает. То есть не считается, что тот, кто рассказал об этой ситуации, он сделал что-то не так. И, соответственно, вот это оппортунистическое поведение, да, как вы понимаете, вопрос даже не в том, что люди могут вести себя неправильно. А вопрос, он стоит глубже. Вопрос заключается в том, что вот нарушение правил, оно может восприниматься по-разному. И, ну, то, что есть правило, еще не значит, что люди не будут их нарушать, и это как-то скажется на их поведении. Идем дальше. Вот кто-то из вас мог видеть вот этот вот прикол на просторах интернета. Он уже довольно старый, но он нам нужен для определения одной концепции, очень важной для понимания современного человека. Вот это вот оценка «Ладно». Мы с коллегами-преподавателями смеялись и сказали, что да, так оно есть. Действительно, есть студенты, которым ты уже после нацетого раза, когда он к тебе приходит, ставишь уже ему «Ладно». И думаешь, слава богу, я не врача готовлю, поэтому, да, получи свою тройку и, пожалуйста, давай, до свидания. Вот. К чему это здесь? Мы с вами говорили раньше, когда описывали модель человека, да, вот этого самого Homo economicus, о том, что Homo economicus максимизирует полезность. То есть, на самом деле, еще в середине 20-го века человек по имени Герберт Саймон, который вот в правом углу находится, он написал работу, за которую в 78-м году получил Нобелевскую премию спустя 30 лет «Административное поведение», где описал и подтвердил примерами, что в действительности нет оптимального выбора, а есть удовлетворительный выбор. То есть, возвращаясь к нашей ситуации с оценкой «Ладно», у каждого преподавателя есть в голове представление, ну вот что должен знать студент, да, вот идеальный студент, которому я поставлю пятерку, что должен знать, идеальный студент, которому я поставлю четыре, идеальный студент, которому я поставлю три, что должен знать. Вот это написано, кстати, в рабочих программах. Кто никогда не читал рабочую программу, почитайте, вдруг что интересное узнаете для себя. Вот. И дальше преподаватель начинает взаимодействовать со студентами. То есть, он начинает понимать, на каком уровне они на самом деле находятся. И он начинает подстраивать свои критерии под них. Потому что он может подумать, что если я буду ставить пятерку так, как я ставлю, то пятерку не получит никто, может даже и тройку никто не получит. Это применимо не только к преподавателям, это применимо к любой ситуации выбора. Тот же самый Саймон, например, объясняет это на примере подбора партнера. То есть он говорит, когда человек хочет создать семью, мужчина, например, ищет себе супругу. И вопрос не в том, что он пытается найти оптимальную, идеальную женщину. Он никогда ее не найдет, если он себе цель так поставит. Саймон пишет так, что проводится несколько пробных испытаний, устанавливается уровень притязаний, и дальше первое, которое соответствует этому уровню притязаний, подходит. То есть вот этот подход, подход того, что мы ищем удовлетворительное решение, он определяет наше поведение. Если возвращаться к предыдущим примерам, пример с машины, то же самое. Мы думаем, мы хотим купить идеальную машину, не битую, не крашеную, чтобы в салоне пахло майскими розами, чтобы она была с иголочки красивой, новой, блестящей и так далее. Мы смотрим то, что предлагается на рынке и понимаем, что наш уровень притязаний находится не там, где находится рынок автомобилей. И мы корректируем свои притязания и дальше уже более реалистично смотрим на вещи. Таким образом, вместо оптимального выбора сейчас говорят о том, что есть удовлетворительный выбор. То есть люди ориентируются на удовлетворительный выбор, и вот то, что их устраивает, они говорят, да, все, беру. Меня устраивает, больше я искать не буду, потому что дальше голова просто взорвется от обилия выбора. И если мы соединим с вами оппортунистическое поведение, то есть то, что люди могут вести себя не по правилам, и то, что мы с вами нерациональны в том смысле, в котором это понимается в учебниках классических по экономической теории, мы получим то, за что вот тому человеку в углу по имени Джордж Акерлофф дали Нобелевскую премию в области экономики. Он написал статью, которая называлась «Рынок лимонов». Эта статья исследовала рынок подержанных автомобилей. Лимоны на американском сленге, на сленге американских продавцов автомобилей, это подержанные автомобили плохого качества. То есть это машина, которая внешне вроде бы ничего, но вы на ней проезжаете 150 метров, и она разваливается в труху. Вот это называется «лимон» на сленге продавцов автомобилей, и там есть слово «слива», которое обозначает «хорошие автомобили», то есть который выглядит хорошо, и в общем он приличного качества. И, ну, казалось бы, ну хорошо, рынок и рынок. Но фокус в том, что сочетание вот этих двух факторов, того, что люди не могут получить всю информацию о товаре, и того, что один из участников сделки этим пользуется, ну мы же понимаем, что люди будут пользоваться тем, что другой участник сделки не может точно узнать качество машины, которую мы продаем. Это приводит к тому, что хорошие машины рынок покидают. Кому интересно, можете найти вот эту самую статью про рынок лимонов и почитать, как это все математически обосновывается. То есть в результате потребитель понимает, меня могут обмануть. Значит, человек, который говорит, что с машиной все в порядке, ну наверняка что-то не в порядке. Значит, я точно не куплю машину за ту цену, за которую он ее продает. Я буду торговаться, чтобы продать машину дешевле. Тот, кто продает хорошую машину, он видит, какие машины продаются на рынке. Он говорит, ну нет, слушай, ну там же плохие машины, моя точно лучше. Продавец говорит, ну а я как могу это проверить? В результате получается, что продавцы хороших машин не могут продать их на рынке. Эти машины продаются либо знакомым, либо на этой машине продолжают ездить, пока ее качество не снизится до среднерыночного. Таким образом, если нет никаких изменений на рынке, то качественные товары этот рынок будут покидать, а на рынке будут оставаться только некачественные. Вот эти самые лимоны. И, собственно, за это человеку дали Нобелевскую премию. Вот все это обусловило изменение вообще подхода к рациональности. В школьном курсе общества знания нам говорят, что рациональность это разумность, но экономисты уточняют рациональность. То есть, когда вы говорите с экономистом, и если он говорит о рациональном выборе, то он имеет в виду всего лишь то, что при выборе человек соотносит результат, который получится, и затраты, которые он понесет для получения этого результата. Причем этот подход можно применить ко всему чему угодно. Еще одна фамилия, которую я не успел на слайд поместить, это Гарри Беккер, который получил Нобелевскую премию как раз за распространение экономики на смежные отрасли. Он, например, написал работу «Экономика преступления и наказания». Куда можно это применять? Так что мы можем применять подобный подход к чему угодно. То есть, допустим, я еду в университет, я опаздываю на лекцию, мне нужно срочно припарковать куда-то машину. Некуда машину поставить, час пик, я могу ее поставить, там на Волково есть место, где стоит знак «Остановка запрещена». Соответственно, каковы мои издержки и выгоды? Я могу думать так, ну хорошо, я поставлю машину, я не опоздаю на лекцию, ну может быть это какая-то важная лекция, на которую нельзя опаздывать. Соответственно, меня не накажут, но есть издержки, меня могут поймать. Соответственно, тут уже я буду оценивать, что для меня более важно. То есть, то, чтобы я был вовремя на лекции, либо штраф за то, что я оставлю машину в неположенном месте, ну еще, возможно, эвакуируют, и мне придется еще больше платить, чем штраф за то, чтобы машину привезти. То есть, вот это вот рациональный подход, с ним можно подходить совершенно к чему угодно, причем и издержки, и выгоды могут не иметь денежного эквивалента. Ну, к примеру, вам могут предложить заработать какую-то большую сумму денег, но таким способом, который для вас неприемлем. И тогда получается, что вот этот результат в виде денег, он не покрывается теми затратами, ну, можете их назвать моральными страданиями, да, или тем, что вы переступаете там через свои ценности. В общем, не компенсируются деньги, да, может, вы вообще говорите, что нет, но это я не могу поставить на одну чашу весов с деньгами. То есть, получается, что рациональность здесь тоже вполне себе применима. И с таким вот, с такой линейкой можно подходить к любому предмету. По этому поводу есть довольно забавная фраза, что обычные экономисты, ну, то есть, вот те, кто привержен цехом экономикус, они зря боятся, что институциональная экономика, которая всеми этими вещами оперирует, вытеснит обычную экономику. На самом деле, институциональная экономика хочет стать новой социальной философией. Вот, ну, вот, как вы понимаете, инструмент универсальный, поэтому можно применить к чему угодно. И вот последнее исследование, которое уже, вот такой передний край, да, это два направления поведенческая экономика. Два человека, причем Каннеман, это на самом деле психолог, но он получил Нобелевскую премию по экономике. И Ричард Таллер, это недавняя совсем премия 2017 года. Собственно, что они рассматривали? Вот одна из тем на курилке была «Моск ленивая сволочь». Я подозреваю, я не успел посмотреть, о чем говорила Анна Владимировна, но я подозреваю, что она могла там говорить о когнитивных искажениях, которые рассматривали как раз Каннеман первоначально как психолог, а потом Таллер на их основе уже делал экономику, скажем так. И вот они говорят о том, как когнитивные искажения, то есть вот ошибки нашего восприятия, как они влияют на экономический выбор, и, что более важно, как эти ошибки использовать для проведения экономической политики. Надо сказать, что эти ошибки давно и с успехом эксплуатируют люди, которые занимаются рекламным маркетингом. Но на уровне государства использование этих подходов, оно появилось совершенно недавно. И, ну, допустим, при британском правительстве, в то время, когда Тони Блэр был премьером-министром Великобритании, там был создан даже целый институт в области подталкивания к правильному поведению. Это термин Таллера, Nudge по-английски, если вы будете искать. И как раз люди проводили исследование, как правильно, например, формулировать пенсионную систему. То есть, как создать такую пенсионную систему, чтобы стимулировать людей откладывать деньги на свою пенсию. Да, как так ее построить, чтобы люди сами поняли, что мне надо сейчас откладывать деньги на пенсию, чтобы в старости я не умер от голода. Потому что одно из когнитивных искажений, мы думаем, что будущее, оно непонятно где. Да, может быть, я не доживу до пенсии, да, и что там в будущем будет вообще непонятно. И не важно, что там будет в будущем. Да, вот сейчас лучше я буду жить хорошо сейчас, чем будет происходить что-то потом. И эта проблема, например, она гораздо острее стоит для нас с вами, чем для британцев на самом деле. Потому что горизонт планирования, то есть промежуток, на который мы рассматриваем свою жизнь вперед, у нас гораздо меньше, чем у европейцев. Когда я в аудиториях студенческих спрашиваю, насколько лет вперед они планируют свою жизнь, то редкие люди говорят, что они планируют свою жизнь вот до конца бакалавриата. Но кто-то говорит, а я потом в магистратуру пойду еще. Вот то есть у меня план до четвертого курса, и потом еще плюс два. Все, что я буду делать потом? Ну, вы знаете, Сурон Валерьевич, столько изменится к тому времени, что какой смысл строить планы, да? И вы понимаете, что как в такой ситуации, когда у людей нет плана на ближайшие шесть лет, как их заставить откладывать деньги на пенсию тогда, да? Нам нужны какие-то интересные подходы, чтобы это сделать. И еще одно интересное направление, которое может кого-то заинтересует, это нейроэкономика. Это уже такой странный, с одной стороны интересный, с другой стороны гибрид экономики, психологии и нейробиологии. То есть, грубо говоря, берут человека, засовывают его в аппарат МРТ, или проводят исследование цифалограммы его. Кто-то из вас, наверное, проходил, когда вам в голове электроники такие прицепляют, да, и там свет моргает, звук страшный включают. Вот, но не свет моргает и звук страшный включают, а человеку предлагают делать выбор. Ну, показывают ему две картинки, говорят, вот что бы ты купил вот за эти деньги? Он говорит, ну вот я бы это купил. И, ну, казалось бы, ну ладно, ну ничего страшного. Ну исследуют они, что там в мозге происходит, как мозг принимает решение. Но парадокс в том, что на данный момент ученые поняли, какую зону мозга надо стимулировать, чтобы человек сделал выбор, чтобы он согласился совершить покупку. Вот, и на данный момент, ну, как вы понимаете, есть этическая проблема, да, и, наверное, законодательство, ну, пока нет законодательства в этой области, вот, но техника пока, к счастью, не позволяет воздействовать на человека, вот так, чтобы вы заходили в магазины, как безумные все покупали, потому что вам на мозг воздействует напрямую, на соответствующую зону. Другими способами это делают маркетологи, да, и мерчендайзеры, и там все остальные люди, которые работают в магазине. Но, собственно, наука уже примерно понимает, как работает мозг, как он осуществляет выбор, да, почему из двух альтернатив мы выбираем ту или иную. И вот, ну, эти направления, они довольно интересны. Так что современная модель человека в экономике, она учитывает то, что человек не является вычислительным компьютером, он иногда стремится им быть, если мы принимаем важные решения, мы можем быть близки к такому компьютеру. Ну, грубо говоря, если человек хочет купить квартиру, ну, едва ли он будет вести себя так, что нашел первое объявление и позвонил, сказал, все, я беру, давайте, вот деньги, да, давайте ключи, я пошел в квартиру смотреть, какая она замечательная, может, не очень. Мы, конечно, будем перебирать варианты, то есть мы будем близки к этой альтернативной модели, но, к модели полной рациональности. Но чаще всего мы не полностью рациональны, современная экономика это учитывает, она это понимает, и всякие большие данные нам помогают строить более реалистичные модели, учитывать вот эти когнитивные искажения. Но, что еще мы должны понимать, да, мы должны понимать, что быстрое принятие решений, вот когда мы быстро принимаем решения, импульсивное принятие решений, это с точки зрения Каннемана, он говорит о том, что есть две системы принятия решений, медленная и быстрая. И вот, когда нам резко хочется что-то купить, я надеюсь, теперь вы вспомните вот это все, задумайтесь о том, что, может быть, сейчас мне не стоит этого быстро покупать, потому что это все реклама, маркетинг и прочее сделало так, чтобы я сейчас очень сильно захотел это купить эмоционально, да, чтобы мы вдохнули, выдохнули, подумали, надо ли нам это, ну и потом вернулись уже с трезвой головой к покупке того, что мы хотели купить, либо к принятию какого-то другого решения. Вот, на этом я закруглюсь, если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ